Девушки отдыхают Решения, которые делают наших клиентов лидерами. Наш рост – это рост бизнесов наших клиентов и партнеров. Мы меняемся сами и помогаем изменяться другим бизнесам. Компании по всему миру доверили нам реализацию своих бизнес-задач. Мы развиваемся ежедневно и хотим делать это вместе с вами. Готовы ли вы? Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Я рад вас приветствовать сегодня на презентации нового Bitrix24. Приветствую всех, кто приехал сегодня в зал. Приветствую тех, кто смотрит нас в онлайне. Сегодня у нас больше 12 тысяч зарегистрированных пользователей в онлайне. Я очень надеюсь, что презентация пройдет отлично. И я, конечно, приветствую наш офис разработки в Калининграде. Они очень много сделали для того, чтобы эта презентация состоялась. Я приглашаю на сцену Юру и Дмитрия, которые помогут. Здравствуй, Юр. Здравствуй, Дмитрий. Доброе утро. Приветствую наших ребят для того, чтобы мы вместе сделали для вас презентацию. Коллеги, у нас очень плотная программа и очень большой релиз. Пожалуй, наверное, это самый большой релиз, который мы представляли. Мы вынуждены были даже урезать его немного структуру для того, чтобы уместить все в рамки рассчитываем час, час десять поместиться со всей презентацией. На все ваши вопросы мы будем отвечать в онлайне, на нашей странице ВКонтакте и в Фейсбуке. Пожалуйста, задавайте там вопросы, потому что сегодня у нас после презентации сессия вопросов и ответов будет только непосредственно в зале. Итак, Bitrix24 – это набор инструментов, которые мы собираем для компании, современных, популярных, да, собственно, необходимых для компании каждый день. Мы собираем их для того, чтобы создать единое пространство для компании, для работы и для ежедневного получения результатов. Еще совсем недавно мы говорили о том, что у нас миллион зарегистрированных пользователей, потом миллион двести, и вот сегодня уже более полутора миллионов порталов Bitrix24. Полтора миллиона компаний зарегистрировано в Bitrix24. И наши клиенты расположены во всех странах мира, они работают на разных континентах. У нас есть такая динамическая карта, которая показывает каждую цифру. Это компания, которая с нами работает и которая использует Bitrix24. Действительно большой международный проект, 9 языков, 11 доменов, и вот скоро появляются еще новые. У нас большое языковое хозяйство. Это, кстати, огромная работа переводить, локализовать и поддерживать эти части. Но мы решили не останавливаться. Мы уже представили польскую локализацию, в этом году откроем домен для Польши. Заканчиваем работу над турецкой локализацией. И представим в этом году Bitrix24.com.tr. И уже представили и предоставили клиентам французскую локализацию, которая предназначена для Франции, Канады и целого ряда стран Африки, которые говорят на французском языке. Мы продолжаем развивать проект, и он становится очень большим, динамичным. Но все познается в сравнении. Насколько большой Bitrix24, наверное, можно понять, сравнив его с топ-10 сайтов Рунета. Есть такой рейтинг. Некоторые цифры по нему на лайв-интернете закрыты, но некоторые открыты. Например, на седьмой позиции находится проект, у которого 30 миллионов программных страниц в день. Хитов в день. Они показывают посетителям. Что такое Bitrix24? Это 82 миллиона программных страниц в день. Это 12 дата-центров, 14 доменов и 12 языков. Это один из крупнейших проектов, который работает в нашей стране. Мы запустились в апреле 2012 года, и уже через полгода, думаю, может, к следующему релизу даже, мы будем праздновать наше пятилетие. Мы очень активно выпускаем релизы и обновления, и на сегодняшний момент у нас собрался большой релиз, который мы постараемся вам сегодня очень динамично представить. И каждый раз мы даем нашим релизам название. Этот релиз получил название Taity. Кто из вас знает, где находится Taity? Вы знаете, мы задавали этот вопрос. Taity находится здесь. И 6 компаний пользуются Bitrix24 на этом замечательном острове. Многие знают о нем вот по таким картинкам. Обычно, когда мы говорим Taity, мы вспоминаем вот этот сюжет. Не были на Taity. Не были мы ни в какой Taity. Нас и здесь неплохо кормят. Ну что ж, представляем вам новый Bitrix24. Начинаем с дизайна. Дизайн – одна из сильных составляющих продукта. Людям должно быть легко, удобно, понятно работать в продукте. Есть концепты популярные. Мы используем некоторые сложившиеся подходы из социальных сетей. Даем наглядный интерфейс, даем возможность собирать избранное. Это дает некую удобность или восприятие информации. Мы постоянно собираем обратную связь. И при этом знаем, что обычно люди, к сожалению, не используют большущие вертикальные меню, которые у нас есть слева. Обычно формируя свое собственное избранное. А кроме этого, люди в разных амплуа используют свой Bitrix24 обычно. Кто-то использует как инструмент только для коммуникации, кто-то для совместной работы, а кто-то только для CRM. На самом деле три большие группы клиентов. Те, которые используют коммуникации. И чаще всего это компании в районе 50 человек. Есть те, кто используют задачи и проекты. То есть среднее у нас число 50 человек. Кстати, есть там рекордсмены по несколько тысяч компаний, сотрудников. Задачи и проекты и CRM – это две большие другие группы. И вот для этих клиентов мы не всегда бывали удобны, потому что наш интерфейс был рассчитан на немножко на другое восприятие. И мы поработали над этим. И хотим вам представить измененное представление для Bitrix24. И лучше, наверное, показывать вживую, нежели рассказывать о том, как он изменится. Я попрошу переключить нас на компьютера Юрия. Юр. Итак, это, собственно, наш демонстрационный Bitrix24. Обратите внимание, очень маленькое, компактное меню. И здесь будут находиться только те пункты, которые вам под рукой. Еще мы спрячем те, которые вам не нужны будут каждый день. Давай заглянем в компанию и покажем, что у нас появился второй уровень меню. У нас появились сотрудники, структура. Там, где мы раньше расхлопывали, мы собираем теперь в навигацию. Загляни в диск. Там есть уже свой диск, есть диски компании. Я очень рассчитываю, что к релизу там появится еще возможность скачать приложение и дополнительные другие элементы. Слушай, а мы можем менять местами, например, пункты этого меню? Да, мы можем менять. Но прежде чем мы это покажем, я хочу показать еще карту проекта. Давай покажем. Обратите внимание, возле названия вашей компании теперь будет расположен элемент, которым вы в дальнейшем сможете пользоваться. Это карта всего Bitrix24. В которой вы по одному клику сможете найти те инструменты, которые вам нужны. Давай вернемся еще раз в проект и попробуем действительно пересортировать составляющие. Юр, подними, пожалуйста, CRM на второе место. Мы просто берем, перетаскиваем пункт, размещаем там, где он нам нужен. А давай спрячем. Вот я не работаю с бизнес-процесса. Убери их, пожалуйста, в скрытые. Мы быстренько настроили для себя инструментарий. Там много разных подходов, но мы показываем тот, который нам кажется простым. Юра, давай попробуем еще подвигать элементы горизонтального меню. Вообще все то же самое можно сделать и в горизонтальном меню. Давай загляни в CRM. И здесь вы также можете передвинуть те пункты, которые вам необходимы. Сделать те или иные элементы главными. И давай, например, предложение уберем в скрытые. То есть если я не работаю с какими-то пунктами CRM или, например, того или иного раздела, мы можем их спрятать. Таким образом вы быстро настраиваете для себя навигацию. Давай вернемся еще раз к левому меню и выполним еще один интересный ход. Сделаем CRM главной страницей. Да, ведь многие начинают свой рабочий день именно с CRM или работают только с этой частью нашего продукта. И теперь, когда вы будете авторизоваться и заходить в Bitrix24, он будет вас встречать любой страницей, которая вам нужна. Это могут быть живая лента, это могут быть задачи, это может быть CRM. А для кого-то это какая-то группа, в которой он непосредственно сейчас ведет работу каждый день. То же самое можно будет делать в пунктах меню второго уровня. Для того, чтобы дальше показать, буквально несколько моментов. Еще один момент, который у нас… А, давай научимся добавлять страницы в изборную. Нижние сайты. Загляни в группу, нет, рано. Загляни в группу и давай одну из групп, с которой я работаю ежедневно, добавим в наше избранное меню. Обратите внимание, возле каждого пункта сегодня есть раздел, и вы легко любую страницу добавляете в левое меню. Это могут быть лиды, это могут быть группы, это могут быть задачи, избранные задачи, те, которые вам необходимы. Удивительно, наши клиенты используют Bitrix24 как единую точку входа. Да, поэтому они просят добавлять свои собственные сайты, любые внешние сайты в меню, чтобы очень легко иметь к ним доступ. Давайте сделаем это прямо сейчас. Очень часто это интернет-магазин. Иногда это какой-то справочный сайт, в который пользователи хотели бы добавить в меню, пересортировать, и вот в вашем распоряжении внешний сайт, которым вы в дальнейшем сможете пользоваться. Давайте вернемся к презентации. Сворачивание. А, сворачивание. Одна из самых интересных задач. Действительно забыли. Клиенты на планшетах или на разного типа устройствах обращаются к нам с запросом. Мы хотим использовать все пространство. Иногда нам левое меню не нужно. Давай свернем левое меню. А мы уже переключились на презентацию. А, вот, обратно. Спасибо большое, что вернули нас. Теперь вы, конечно, можете сворачивать, разворачивать меню, иногда делать это двойным кликом и в свернутом варианте открывать карту сайта. Если вы работаете на планшетах, легко работать с навигацией. Таким образом, Bitrix24 быстрее адаптируется к тем задачам, которые перед вами стоят. Спасибо большое, Юр, что напомнил. Давайте вернемся к презентации. У нас были запасные ролики на случай плохого интернета. И в некоторых местах мы будем прокручивать какие-то сюжеты. Еще один, наверное, любопытный момент. Для новых клиентов при регистрации в Bitrix24 теперь будет задаваться один вопрос. Какой для вас инструмент важный? И в зависимости от этого мы будем настраивать вам навигацию самым оптимальным способом для того, чтобы вам было удобно работать. Это небольшие мелочи. Тем не менее, мы услышали наших клиентов, которые просили о каждой из этих вещей и сделали вот эти небольшие, казалось бы, косметические изменения. Изменений на самом деле очень много. Но они действительно меняют интерфейс и сценарий взаимодействия. Сценарий работы. Новый Bitrix24. Ничего лишнего. Все инструменты доступны в один клик. Компактное левое меню легко настраивается. Добавьте группы, которые вы постоянно используете, и всегда оставайтесь на связи с коллегами. Любой пункт меню можно сделать главным. Bitrix24 подстраивается персонально под вас. Структура верхнего меню едина для всех инструментов. Списки в CRM легко меняются под ваши предпочтения. Фильтры сохранили функциональность и гибкость, не занимают места. Все нужные данные под рукой. Левое меню легко скрывается, и ваше рабочее пространство расширяется на 20%. Из глобального поиска вы мгновенно перейдете к нужной странице. Новый Bitrix24. Легкий, быстрый, персональный. Мне кажется, мы отлично поработали над новым дизайном. Спасибо большое, коллеги. На самом деле, много изменений не удалось представить, но вы посмотрите их уже непосредственно в продукте. Переходим к главной теме нашей презентации – нейронные сети. Человеческий мозг – одно из уникальных явлений. Все обеспечивается химическим, электрическим взаимодействием небольших клеток мозга нейронами. Люди хотели понять, как это работает, и даже смоделировать это. Люди считают, что немного понимают, как это работает. И, подсмотрев на настоящие нейроны, они создали искусственные нейроны. Но попытки были. Конечно. И что такое нейронная сеть, искусственная нейронная сеть? Это очень два важных этапа. Первый – это обучение нейронов. Что такое нейроны? Это на вход поступающая информация. Если бы мы создавали нейронную сеть для банка, например, которая принимает решение, выдавать кредит или нет, мы на вход должны подавать параметры человека – возраст, доход, семейное положение и масса других критериев, а на выходе научиться принимать решение, так это или нет. Так вот нейронная сеть обучается сначала на достоверных данных. То есть есть миллион выданных кредитов, какое-то вернули, какие-то нет, и вот на этом происходит процесс обучения нейронной сети. По сути, так же, как человека. А вот после этого вы можете использовать нейронную сеть уже как экспертную систему, которая будет помогать вам принимать решения. Вообще-то штука уже рядом. Все, у кого есть айфоны, разговаривают с Siri. Мы часто обрабатываем фотографии, отправляем и публикуем, и там тоже существуют и работают нейронные сети. Крупные компании экспериментируют с автопилотами для того, чтобы обучать автомобили безопасно ездить по дороге. И здесь целый ряд нейронных сетей, которые обрабатывают изображения, которые учатся непосредственно на самом водителе для того, чтобы в дальнейшем лучше принимать решения. И зачастую нейронные сети работают лучше, чем принимают решения люди. Это один из критериев, почему эта тематика развивается. Есть один из интересных аспектов, который уже реализован, это распознавание лиц. Распознавание лиц получило огромный прогресс в последние годы после развития технологии нейронных сетей. Фактически, используя эти технологии, удается значительно повысить качество распознавания лица. Нейронная сеть быстро определяет, зачастую намного точнее и лучше, чем это делают даже люди. По некоторым фрагментам изображения дает возможность принять решение. И эти технологии стали доступными. И мы задались вопросом, а что если попробовать распознавание лиц объединить с CRM? Что бы могло получиться в данном случае? Давайте мы попробуем сначала познакомиться немного с технологией распознавания лиц. Еще раз попросим вас переключить нас к компьютеру. У Юры Волошина стоит камера. Итак, это страница одного из продуктов. Итак, новый профиль, его занесли в CRM. Ну-ка давай еще разочек. Он опознал меня? Уже? А, точно. Подожди, а меня распознает? Давай. Ну-ка. Я могу покривляться? Нет, он меня первый раз видит. Сколько? 84%? Да теперь я покривляюсь. Нет, подожди. 82, 90. Вообще неплохо распознает. Вы знаете, когда мы поставили у себя в офисе первый прототип, наши коллеги собирались и… Дима, перестань. Подожди. Мне кажется, в этот момент на меня стал похож. Коллеги играли с этим инструментом, проверяя, насколько хорошо работает технология. Но одной стороны, есть технология распознавания лиц, а с другой стороны, нужно придумать, как с этой технологией работать. Какие будут сценарии. Коллеги, верните нас, пожалуйста, к презентации. И один из сценариев – это узнать клиента в лицо. Клиента, который, например, пришел в ваш магазин. Вообще это чаще всего в каких-то рассказах или когда говорят про будущее. Ты пришел в кафе, а тебе сразу – здравствуйте, Сергей, вы будете такой же кофе, как вчера? А ты впервые видишь эту официантку? Потому что она только сегодня начала работать. Возможно, эти технологии станут действительно таковы, но мы начали поиск решений и предложили несколько решений для распознавания лиц. Первое решение, которое мы назвали «Фейстрекер». Технология распознавания лиц в Bittrex24 мгновенно и точно посчитает всех посетителей, узнает ваших постоянных клиентов. Контролируйте трафик даже в офлайне. Вы всегда будете знать, сколько клиентов пришли к вам сегодня. За месяц? За год? Сколько из них новых? Сколько возвращаются? Каждый клиент, каждый визит автоматически учитывается в CRM. Вы быстро найдете профиль вашего клиента ВКонтакте и получите прямой канал для коммуникации с ним. «Фейстрекер» в Bittrex24. Узнавайте клиентов в лицо. Любопытный получился сценарий. Вам достаточно поставить камеру для того, чтобы считать посетителей новых, узнавать, фиксировать эти данные в CRM, накапливать базу. Это отличная штука даже для офлайн-бизнеса. Она в первую очередь предназначена для офлайн-бизнеса. И внутри ролика был упомянут еще один сюжет. Давайте мы продемонстрируем его. Это поиск по фотографиям ВКонтакте. Сегодня и такое возможно. Попросим вас еще раз переключить на нашу презентацию. И теперь попробуем найти Юру Волошина. Давай тебя занесем в CRM. Отлично. Попал. Идет распознавание. Мы не знаем про него ничего. Он у нас не был занесен в CRM. Но мы можем попробовать найти его по фотографии ВКонтакте. Более 300 миллионов фотографий. Ну вот 92% нам предлагается Юрий Волошин. Ну давай выбирай. И мы можем перепрыгнуть уже непосредственно в ВКонтакт для того, чтобы в дальнейшем работать с клиентом. Вообще какой-то мистически возникает канал. Мы еще поговорим об этом немного с нашими коллегами. Переключите, пожалуйста, у нас опять презентацию. Спасибо большое, Юр. Это сервис по поиску по профилям ВКонтакте, по тем фотографиям, которые публично открыты, которые доступны для людей. Вы можете, используя фейстрекер, либо следующий инструмент, по тем фотографиям, которым располагаете, находить клиентов, добавлять их в CRM и в дальнейшем с ними работать. Друзья, вы убедили, что эта штука реально работает? Когда к камере подошел я, меня распознали. Когда к камере подошел Юра, нашли все его фотографии. Я вообще думаю, что после выпуска этого решения основной сценарий, конечно, это будет поиграть и попробовать. И запланирован демонстрационный 30-дневный период, в течение которого вы сможете обработать, распознать до тысячи фотографий, бесплатно поиграть с этими инструментами. Мы разработали еще один инструмент, который использует технологию распознавания лиц. Но он предназначен и не только для того, чтобы распознавать. Его основная идея — фиксировать визиты, узнать человека в лицо, сделать запись встречи. Есть целая категория бизнесов, когда клиент приходит к вашему менеджеру и консультируется с ним. Он сидит с ним, разговаривает. И очень важно и узнать клиента, и произвести запись разговора, и для того, чтобы потом и помочь менеджеру работать лучше. Представляем вашему вниманию визит-трекер. Визит-трекер в Bittrex24 автоматически записывает встречу, ведет протокол каждой встречи с клиентом, фиксирует договоренности по каждому заказу. Фиксируйте каждый визит в CRM автоматически. Вы никогда не забудете, что пообещали клиенту. Легко проконтролируете работу менеджеров. Ни один визит клиента не будет потерян и станет для вашей компании сделкой или продажей. Визит-трекер в Bittrex24. Все учтено и под контролем в CRM. Спасибо большое нашим коллегам, которые каждый раз любезно участвуют в подготовке таких сюжетов и снятии сюжетов для демонстрации технологий. Визит-трекер – это возможность при начале встречи, вот вы, собственно, сели с клиентом обсуждать, вы нажимаете, начался визит. В этот момент делается фотография. Она может, кстати, и не работать, если у вас, например, нет возможности сфотографировать клиента. Но самое важное, что начнется запись разговора. Она будет приложена к сделке, к лиду, и в дальнейшем вы сможете работать. Примерно так же, как люди используют телефонную запись разговоров для того, чтобы контролировать. В данном случае для того, чтобы фиксировать и правильно документировать визиты. При этом технология распознавания, конечно, поможет вам узнать, посещал ли клиент другие офисы, работал ли он с вами в дальнейшем и так далее. Ну, разумеется, это все фиксируется в CRM. Без сомнения. Я приглашаю на сцену компанию Intech Lab Александра Кабакова. Александр, здравствуйте. Я рад вас видеть. Спасибо, что успели доехать. Вместе с компанией Intech Lab мы разработали это решение, связанное с технологией распознавания лиц и CRM. Скажите несколько слов о том, как это устроено. Ну, наша компания Intech Lab еще известна под названием FindFace. Она была основана всего лишь два года назад. В основе ее это очень блестящая, я бы сказал, техническая команда, выпускники лучших российских вузов. Специалисты по, собственно, то, что вы говорили, нейронной сети, машинное обучение. Самые прорывные технологии сейчас. И уже, в общем, несмотря на то, что компанией всего лишь два года, уже в прошлом году мы представили свой алгоритм FindFace, который победил на соревновании Megaface, который проводил Вашингтонский университет. В соревновании участвовало практически все компании, которые занимаются распознаванием лиц. И в том числе мы победили команду Google, показав самый точный в мире, ну, на тот момент алгоритм. Я слышал, что вообще для обучения нейронной сети вы используете порядка 20-30 миллионов фотографий. Да, мы используем очень большую базу данных фотографий. Но это на самом деле не важно, потому что, собственно, благодаря чему это произошло? Во-первых, это то, что мы первая компания, которая, в общем-то, сказала, что мы будем заниматься распознаванием лиц в глобальном масштабе. То есть мы победили в конкурсе Megaface, а там, собственно, конкурс был с миллионной базой фотографий. Но мы пошли дальше, и мы создали проект FineFace, который агрегирует 250 миллионов фотографий, всю базу профилей ВКонтакте. Меня, кстати, часто спрашивали, а вообще, насколько это возможно стало? Почему возможно поиск по фотографиям по такой большой базе? Это, собственно, как бы состоит из трех составляющих. Первое – это нейронная сеть, которая создает вектор признаков. И самое интересное, что многие спрашивают, что у вас там с персональными данными. Для распознавания лиц мы не храним фотографии, мы храним всего лишь вектор признаков лица. И это очень компактный файл, который составляет 80 чисел, меньше килобайта. И это, собственно, создает возможность очень быстро искать по большим базе фотографий. Второй момент – это специальный поисковой индекс самописный. Собственно, ну, это как бы талант наших инженеров. Почему? И третий момент – это архитектура железа, специально подобранная, которая позволяет очень быстро искать. То есть на данный момент, да, то есть мы единственная в мире компания, которая работает открыто с базой данных в 250-м фотографии, в которых есть сумасшедшая точность, и время поиска меньше секунды. То есть вы делаете фотографию человека и меньше, чем за секунду находите его в базе с 250-м фотографией. Спасибо большое. Это магия. Я, к сожалению, должен сказать, спасибо вам большое за предоставленную технологию. Я очень рад, что мы начали этот пилот. И вместе с вами, и вместе с клиентами мы попробуем найти дополнительное решение. Я хочу сказать спасибо. Мы очень рады, что компания Bittrex, именно российская компания, стала первой, кто использовал это для технологии ритейла. Спасибо большое. Ну что ж, действительно интересно попробовать, интересно посмотреть, как эти технологии начнут работать в компании. Но что я могу точно сказать, что мы первые в мире облачная CRM, которая использует эту технологию и которая вообще встроила технологию распознавания и делает ее доступной массовым пользователям и массовым клиентам. Вообще это замечательно. Очень рад, что мы запустили этот пилот, запустили технологическое решение. Да, сегодня это три аспекта. Это фейс-трекер, который может подсчитать ваших клиентов в офлайновом магазине. Это быстрый профиль по поискам ВКонтакте. Это визит-трекер, который фиксирует все, что происходит у вас на встрече с клиентами. Ну, чтобы, как говорится, дважды не вставать, кстати, у нас в рамках этой презентации будут четыре сюрприза. Четыре сюрприза. И сегодня у нас первый сюрприз. Мы хотим продемонстрировать вам одно из дополнительных решений, которое появляется – распознавание визиток. Еще раз попрошу коллег переключить нас на компьютер Юры Волошина. Мобильное приложение обновилось. Здесь у нас выведено мобильное приложение для Юры. Давай перейдем в CRM. В «Контакты» выберем визитку. И запускается сканер визиток. Вы можете выбрать «Распознать фотографию». Давай попробуем, хватит ли нам тут освещения. Основная идея сканера визиток состоит в том, что он распознает, находит ту информацию, которая в визитке есть, и размещает все эти данные непосредственно уже в CRM. Для того, чтобы вы могли быстро сохранить эти данные. Спасибо большое. Возвращаемся к презентации. Я рад, что у нас появилось готовое решение с распознаванием визиток. Ну что ж, с нейронной сетью мы почти завершили. У нас еще будет одна нейронная сеть внутри. С нейронной сети у нас все только начинается. Да, я тоже бы так сказал. А вот открытые линии у нас как раз дополняются. Мы несколько месяцев назад в прошлом релизе выпустили ряд фич для открытых линий. Вы знаете, это возможность коммуницировать через социальные сети, через мессенджеры. Мы дополняем этот инструмент новинками в этом релизе. Вообще это решение оказалось очень удачным. Более 6,5 тысяч открытых линий сегодня подключены к ВКонтакту, Фейсбуку, к Телеграму. Они работают непосредственно каждый день. Мне очень нравится, что это действительно очень быстро делать. Я подключал, например, открытые линии Фейсбука для белорусской нашей страницы, Фейсбука для украинской страницы. Мне понадобилось ровно 10 минут лично меня для того, чтобы все это включить. А мы, кстати, это еще упростили, еще быстрее будет подключение. Но сейчас у нас второй сюрприз, и мы приглашаем на сцену представителя компании «Вайбер» Михаила Пашенцева. Михаил, здравствуйте. Я... Микрофон. А, не что? Хорошо, Михаил. Добрый день. Добрый день. Михаил, я знаю, вчера прошла презентация вашей компании в Москве. Нет, не прошла. Не прошла? Она будет завтра. Значит, вы сегодня расскажете то, что вы выпускаете. Да. Всем добрый день. Глобальная презентация нашего нового продукта прошла на конференции «Вебсамент» в Лиссабоне. И я кратко расскажу, в чем основная суть. Два года назад мы запустили паблик-чат. Это первый шаг нашей компании в социальные сети. Мы запустили каналы, в которых бизнесы и бренды могли публиковать контент, а их аудитория могла его читать. Очень долгое время у нас просили возможности общаться бизнесу и аудитории бизнесов. И мы выпустили новый продукт, который называется паблик-аккаунт, который позволяет бизнесам и компаниям общаться с их аудиторией в мессенджере. Для пользователя это всегда диалог из мессенджера. Для бизнесов это любые возможные интеграции по API. И, в частности, BitX24 является одним из первых партнеров МИА, которые подготовили интеграцию к мировому Элизу. По сути, это может быть совершенно разного рода интеграции. Это может быть интеграция с CRM, как в случае с BitX. Многие компании могут работать с API напрямую. Но, тем не менее, мы делаем ставку на коробочное решение и на работу с технологическими партнерами, которые предоставят своим клиентам уже готовые интеграции под ключ. Я, кстати, хотел бы отметить, что действительно во всей документации, вообще во всей стратегии компании Viber присутствует слово CRM. И сценарий взаимоотношений между клиентами и между компаниями. Вообще, Viber, пожалуй, самый популярный мессенджер в России. Им больше всего пользуются клиенты. И появление технологий, которая позволяет его интегрировать с коробочными решениями, или CRM, или с мессенджерами, с чатами, дает нам на самом деле огромную перспективу для построения нового формата коммуникации. Спасибо большое. Мы сейчас подробно расскажем, как это все устроено. Спасибо большое, что приехали. А еще больше, что вы это выпустили. Я верну микрофон. Спасибо. Ну что ж. Переключить на нас. Да. Давайте продемонстрируем, как это работает. Верните нас к компьютеру Юры Волошина. У нас здесь наше дистоп-приложение и мобильное приложение, которым управляет Дмитрий. Итак, сейчас мы… Я тоже, кстати, хочу поучаствовать. Я запускаю Viber. Захожу, ищу. Открытый аккаунт Мебель39. И быстрее, ребят, пишу. Привет. Это сообщение должно появиться. О, Сергей Рыжиков уже написал. Привет, добро пожаловать в открытую линию. Приветствие, которое настраивается. Мы еще об этом поговорим. Смотрите, Сергей Рыжиков. Открытая линия. Создан новый лид. А вот и я. А вот и ты. Я вообще подозреваю, что сейчас случится нечто похожее, как случалось в предыдущих историях. Когда наши клиенты найдут этот аккаунт и начнут писать. Поэтому мы должны побыстрее завершить данную часть демонстрации. Вообще подключение открытой линии к Viber занимает буквально несколько минут. И после этого вы можете создавать коммуникационные каналы с клиентами. Ставить ссылку на этот коммуникационный канал непосредственно на ваш сайт. И ввести информационный канал вместе с вашими клиентами. Ну что ж, давайте вернемся в презентацию. Спасибо за часть этой презентации. Вот видите, Денис нас уже догнал. Не успели. Спасибо коллеге, что терпеливо отнеслись к этой части презентации. На самом деле Bitrix 24 одна из первых встроенных интеграций для Viber с паблик-аккаунтами. Мы интегрируем это все, естественно, с открытыми линиями. Виджетно-мобильный сайт. На протяжении нескольких последних месяцев мы с коллегами работали по разработке этой интеграции, по совмещению наших продуктов. Здесь у нас запасной ролик на случай того или иного отсутствия каналов. Слушай, это же не все каналы, которые мы можем сейчас затянуть в Bitrix 24. Я вот в последнее время прям сильно подсел на Инстаграм. Есть для меня что-нибудь? А многие подсели с точки зрения продаж на Инстаграм. Мы выпускаем еще целый ряд каналов по интеграции с открытыми линиями. Это, конечно, Инстаграм, когда комментарии под вашими фотографиями точно так же попадают в открытую линию, и вы сможете на них отвечать, и они будут пополнять CRM. Мы выпускаем коннектор для YouTube, когда размещенные кампании ролики, комментарии, контакты также попадают непосредственно в открытую линию. А еще комментарии под постами в Фейсбуке точно так же можно отправлять в ваш Bitrix 24? В контакт, который выпустил свой виджет для организации онлайн-коммуникаций, совместим вместе с Bitrix 24. Все, что пишется в таких виджетах, непосредственно попадает в открытую линию, попадает в CRM и позволяет вам строить длинные коммуникации с клиентами. Одна из важных задач – это узнавать клиента. В чем узнавать клиента? Отовсюду. Он может в один день обратиться к вам через Фейсбук, в другой день написать через Вайвер, потом в Инстаграм. Но это ведь один человек, и вам важно понимать всю историю взаимодействия с ним, как с одним человеком. В предыдущей истории мы рассуждали так, что сам сотрудник должен бы нажать «Сохранить в CRM». Но мы меняем этот сценарий, делая его автоматическим. И давайте попробуем продемонстрировать. В Вайвер наш пользователь начинает писать нам сообщение, точно так же, как мы, собственно, это продемонстрировали. Сообщение попадает в открытую линию. Создан новый лид, он создан автоматически. И если в рамках этого обсуждения, например, про появляется телефонный номер… Обратите внимание, мы распознаем, что мы получаем здесь телефонный номер или, например, адрес электронной почты, но пока телефонный номер, мы автоматически запишем его в карточку этого клиента в CRM. А сейчас в рамках демонстрации мы переключились уже в ВК, пишем из контакта, и мы узнаем клиента уже даже по имени-фамилии для того, чтобы дать вам возможность узнавать его и коммуницировать, и показать всю историю. Обратите внимание, у нас здесь появился адрес электронной почты, и мы добавим его в карточку того же самого клиента. И все это происходит автоматически. Вам не нужно запоминать, что вы должны сделать. И когда вы общаетесь уже в онлайн-чате, непосредственно на сайте, все технологии в вашем распоряжении. Достаточно упомянуть телефон, e-mail, имя, фамилию, которые будут предложены для того, чтобы вы узнали клиента. Все это совместилось в один профиль, все данные, все диалоги оказались в одном журнале, и вы в дальнейшем могли правильно делать клиенту предложение. Это решение мы назвали чат-трекер. Основной, конечно, плюс автоматика. Когда CRM пополняется автоматически в момент, когда вы общаетесь с клиентами. Нам достаточно номера телефона, e-mail, имени, фамилии для того, чтобы эти данные появлялись непосредственно в коммуникациях вместе с клиентами. Мы продолжаем вносить в продукт изменения, которые позволяют незаметно вносить информацию о клиентах CRM. Открытые линии развиваются, единый виджет на сайт значительно расширился, появились отдельные плагины для популярных систем, когда вы можете поставить его на свой сайт, но либо копируя HTML, либо выбирая готовый плагин в каталогах этих приложений. Развиваются интерфейсы, которые позволяют автоматически, опять же, не задавая вопросы, запросить у клиента имя, фамилию. А еще в разных разделах вашего сайта мы можем по-разному поприветствовать вашего клиента, предложить ему разные варианты или сразу же спросить, он хочет скидку на брюки или на футболку. И адаптивное приветствие позволит значительно увеличить конверсию вашего виджета для получения контактов и для коммуникации с клиентами. Мы развиваем технологию оценки качества обслуживания. Везде, где это возможно, клиенту будет предложено проголосовать и поставить оценку. И, конечно же, вы можете использовать ваш битрик 24 для того, чтобы организовать службу поддержки ваших клиентов прямо через открытые линии. Когда клиент пишет вам в чате, вы получаете ответы непосредственно в вашем продукте. Наверное, важно будет отметить, что появляется возможность все диалоги с клиентами отделить от диалогов с сотрудниками и видеть их отдельно для того, чтобы вам было удобно коммуницировать и работать. Конечно, статистика, конечно, оценки и появились настройки прав доступа. Открытые линии становятся полноценным большим инструментом. Формируется целый раздел, который называется открытые линии, с целым комплексом тех инструментов, которые в себя включают открытые линии. И, в общем-то, битрик 24 объединяет коммуникации через множество цифровых каналов. Мы видим и очень перспективным направление развития открытых линий. Мы получаем очень много обратной связи от наших клиентов и с появлением вайбера, и с появлением новых каналов открытые линии станут все более популярным инструментом. А сейчас, внимание, очень важная вещь. Я вот прям просил акцентировать на этом внимание, но поддержка 24 переходит на открытые линии. Вообще, мы уже провели эксперимент. Мы уже провели эксперимент, в рамках которого коммерческим клиентам, правда, еще не внутри битрикс 24, отвечали на вопросы, используя онлайн-чат. В реальном времени вместо тикетов в среднем… Самое главное, всего лишь 3-5 минут вообще реакции в рабочее время, и за 15-20 минут по нашей практике мы могли полностью закрыть вопрос клиента. В ближайшее время появится внутри битрикс 24 отдельный персонаж. Лаудмен. Которого вы любите и знаете, он позволит вам в режиме чата внутри вашего битрикс 24 написать поддержку, получить быструю реакцию, коммуницировать поддержку, иногда получить консультацию. Там, где она необходима. И поддержка 24 будет только на платных тарифных планах. Поддержка 24 через чат только на платных тарифных планах. Это, кстати, не очень дорого. Всего 990 рублей в месяц. Ну что ж, чтобы завершить эту тему, мы хотели бы представить вам еще одну нейронную сеть. Правда, на сегодняшний момент она не пойдет в тиражный продукт. Это скорее наш внутренний эксперимент. Мы рассуждаем так. Если у нас на сегодняшний момент, у нас уже около 20 получается человек, работают в открытой линии, коммуницируют с клиентами, то у нас есть возможность нейронную сеть обучить на основании тех диалогов, которые они ведут с клиентами. И научиться подсказывать. Тут ребята представили упрощенную схему нашего нейработа. Я не буду вас в нее погружать. На самом деле, когда наш сотрудник коммуницирует с клиентом, наша нейронная сеть рекомендует ему возможные варианты ответов. И по нашей стратегии мы рассчитываем сэкономить от 20 до 30% времени на подготовку, на время подготовки ответа. Она учитывает глубину, учитывает контекст, массу других факторов. И после успешного запуска этого пилота у нас внутри, мы, наверное, начнем его предлагать клиентам. Но мы хотели поделиться тем, что мы ведем такие исследования, ведем эти исследования внутри BITREX24. По-моему, у нас было достаточно новинок в этом блоке, и мы переходим к большому обновлению CRM-BITREX24. CRM. Как мы уже говорили, один из самых популярных инструментов. И нам действительно нужно успеть сейчас представить очень и компактное, и очень большое обновление. Знаете, как мы вчера трудно резали слайды, как мы расставались с ними? Новинок у нас очень-очень много. Мы вчера буквально расставались со скрипом, с этими слайдами. Да что там говорить, мы больше 40 слайдов вынуждены были удалить, потому что мы не успевали в формате этой презентации. И это вы еще не знаете, сколько осталось. Ну, давайте поговорим сейчас о внедрении CRM. Внедрение CRM в диалогах с клиентами в обсуждении сформировался очень простой формат. Что нужно для того, чтобы ее запустить? Первый сценарий – это контроль коммуникаций. То есть если вы научились учитывать телефонные звонки, электронную почту, автоматически заносить их в CRM, значит у вас появляется возможность научиться и контролировать, и находить в них возможности. То есть первый этап – принять и зафиксировать. Второй этап – поиск возможностей из всего, что вы зафиксировали. То есть если все у вас зафиксировано в CRM, то там и лиды, и возможности классификации, и построение дисциплины обработки, автоматизация для того, чтобы из этого получились сделки, которые уже в дальнейшем вы дожимаете, продаете, обрабатываете, повторяете и автоматизируете. В общем-то три простых шага. Взять под контроль каналы, научиться обрабатывать лиды и дальше организовать обработку сделок. Теперь все будет начинаться с новой фичи под названием Start CRM. Start CRM – это первая страница, с которой сегодня можно будет увидеть CRM. Возможно, на первый взгляд вы увидите следующее. Например, подключено 5 из 17 каналов. Очень простые инструменты. Достаточно нажать «подключить», настроить буквально несколько значений для того, чтобы все телефонные звонки, например, стали фиксироваться в CRM. И теперь мы ведем полное журналирование клиента. Первый звонок. Мы вам покажем, сколько за сегодня у вас поступило звонков. И вы же понимаете, что к концу рабочего дня вот эта колонка должна быть по нулям. Все лиды должны быть обработаны. Лидов, возможности из этих диалогов удалось выбрать, сколько из них превратились в сделки. И мы доведем этот трекинг клиента от первичного канала до продажи. И в дальнейшем покажем вам сумму, сколько вы продали по телефонии, сколько вы продали по e-mail у компании. Вообще внутри возможны переходы между каналами. Действительно, вы получили телефонный звонок, потом начали общаться по электронной почте. Но мы уделяем внимание, конечно, первому звонку. В рамках этой системы журналирования появилось еще и трекинг повторных продаж. Мы поговорим о нем чуть позже. И здесь очень много каналов. Телефонии, e-mail компании, e-mail личные ваших менеджеров, ваших сотрудников. Viber, Facebook, 1S-трекер, обратный звонок. Целый ряд других инструментов. Вообще это вам не нужно будет каждый раз. Конечно, это все будет свернуто. И руководитель по отделу продаж на этой странице увидит все, что ему нужно для понимания, какая поступает входящая нагрузка, сколько еще нужно обработать возможностей и сколько он продал за тот или иной период. Ну и целый ряд дополнительных отчетов. Кстати, очень удобно. Мы сделали, что теперь для каждого канала существует отдельная страница. Мы поработали над тем, чтобы эти каналы подключались буквально в несколько кликов. Вы могли подключить e-mail, подключить телефонию. Кстати, о телефонии и о простоте подключения мы еще поговорим. Отдельно хотел бы сказать e-mail-трекер почты для компании. Он у нас был, но был немножко по-другому. Сделан NNPOP3. Сейчас он появился на e-map. И очень важно, появилась очередь для обработки e-mail в компании. То есть вы можете узнать, кому будут назначаться лиды, настроить это правило и работать значительно удобнее. В общем, фактически со StartCRM вы получаете готовую цепочку, готовую последовательность действий, которую нужно совершить для того, чтобы и внедрить вашу CRM, и провести через воронку продаж вашего клиента. Фактически наш StartCRM совмещается с тремя основными блоками, по которым мы рассуждаем, что клиент должен начать и запускать внедрение в CRM. Но далее нужно научиться все обрабатывать быстро. И нас ожидает третий сюрприз. Мы представляем вам еще один из вариантов представления информации в CRM. Канбан. Многие из вас знают или слышали, что это такое. Переходя в сделки, переходя в лиды, вы сможете, помимо списка и отчетов тех вариантов, которые сегодня есть, выбрать вариант Канбан. На самом деле это еще один вид визуального представления сделок или лидов, или контакт в компании. Так выглядит Канбан. Но давайте посмотрим лучше, как это все работает. Здесь представлены в данном случае сделки. И вы их перетаскиваете между статусами. Меняются суммы, меняются деньги. Автоматом пересчитывается все в каждой колоночке. Вы можете бросить в проигранную сделку и завершить ее обработку на разные статусы. В конце дня будут фиксироваться все сделки для конкретного менеджера, который он обрабатывал. Но вы здесь сможете не только их поперетаскивать, меняя статус, а сделать, выполнить все дела, которые запланированы, не переходя в детальную карточку. Собственно, телефон, письмо электронное или мессенджеры. Три основных способа коммуникации, которыми вы можете связаться с клиентом. Выполнили телефонный звонок, обработали, все готово для того, чтобы работать. Вообще неожиданно, что появился этот инструмент. Мы спорили о нем, сомневались, но решили, что для ускорения и для обработки продаж он окажется очень полезным и замечательным. Мы добавили его везде, где есть статусы, следы, сделки, коммерческие предложения, счета. И, как мы говорим, сюрприз 3.1. Знаете, говорят, что можно вечно наблюдать, как горит огонь, как бежит вода, ну и как работают другие люди. И разработан вариант режим администратора в компании, в котором вы будете в режиме реального времени наблюдать с аватарками, как те или иные сотрудники перетаскивают сделки. Конечно, это для удовольствия, для того, чтобы понимать, что происходит. Действительно, это очень необычно. Здесь используются наши партнеры поймут. Пуллинг сервер, когда в реальном режиме времени мы передаем информацию о том, где и как сотрудники обрабатывают сюжет. Мы вчера шутили по этому поводу. Если администратор видит выброшенный лид, он берет так аккуратно и возвращает его обратно. Это шутка, конечно же, но тем не менее было бы очень красиво. Мне, кстати, интересно, какие запросы начнут поступать в дальнейшем от клиентов. Так, ну что ж, движемся дальше. Роботы CRM. У нас заявлена еще одна очень интересная тема. Что за этим прячется? В первую очередь, конечно, автоматизация продаж. Зачастую она выполняется руками. В разных компаниях предусмотрены определенные процессы работы с лидами или с входящими. Поступил звонок входящий или письмо, вы выполняете определенную последовательность действий. Чаще всего это либо в головах, либо на листочках каких-то. Но на самом деле, по сути, наши статусы являются тем, что можно назвать статусами обработки. Зачастую мы их создаем таким образом, чтобы расписать для наших сотрудников, что необходимо выполнять внутри. Как в том числе, когда вы проиграли или в том числе, когда вы выиграли. И основная задача, собственно, стоит в том, чтобы автоматизировать это. Упростить сценарии, которые бы позволили визуализировать все, что происходит. Эта штука будет отлично работать и для существующих клиентов. И мы разработали систему связи между статусами, которая позволяет разместить и создать роботов, которые будут управлять и автоматизировать, а иногда просто документировать те или иные операции. Ну, здесь у нас пока показан только интерфейс, как происходит формирование робота. Например, при попадании в новую сделку будут сразу выполнены обработки лидов, выполнены другие действия, а при смене статусов выполняются те роботы и триггеры, которые расположены непосредственно в этой части. Слушай, я сейчас подумал, что очень удобно так будет обучать новых сотрудников. Ему не надо будет рассказывать, что делать, как делать. За него эту штуку будет делать просто робот. Он будет делать определенные шаги, и менеджер должен только следить за этим, ну и реагировать. Вообще это большая тема, но давай немножко расскажем, какие они вообще бывают. Бывают четыре типа. Роботы, которые предназначены для сотрудников, те, которые предназначены для связи клиентами. Есть даже роботы для рекламы. Например, к вам обратился какой-то клиент, который сделал какой-то запрос, вы с ним пообщались, но потом вы даете рекламу в Фейсбуке, таргетируете ее так, что именно для этого клиента будет показываться особенная реклама. Роботы для сотрудников позволяют напоминать, давать инструкции, планировать встречи, планировать дела, создавать сделки иногда повторные, создавать новые лиды, изменять поля, конвертировать из лидов сделки и целый ряд других действий. Вы их легко можете настроить, указав, когда они выполняются, сразу, до конца рабочего дня, в течение определенного времени, либо до какой-то даты завершения сделки. Роботы для связи с клиентами. Вы можете автоматически отправить письмо, например, при заполнении CRM формы, написать в чат, через все каналы, которые доступны. У нас появился очень интересный робот. Сделать им автоматический звонок с озвучиванием текста сообщения, который вы напишите. Например, при завершении сделки робот перезвонит клиенту, говорит, спасибо, деньги поступили, отгружаем. И отправить, соответственно, смс. Контекстные системы начали предлагать новые возможности. Они дают, при наличии у вас e-mail, телефона, имени и фамилии. Они дают вам возможность разместить рекламу. Сегодня вам достаточно будет поместить робота, указать, какую клиентскую аудиторию вы хотите добавить этого клиента. И мы на сегодняшний момент уже поддерживаем Яндекс, Фейсбук, ВКонтакт, Инстаграм. Запустили Google. По Mail.ru чуть-чуть не хватило API, но надеемся, что в ближайшее время мы сможем завершить и эту работу. Ну и, конечно, наши партнеры внутри за роботами узнают известные им бизнес-процессы. Вы можете через каталог приложений создавать роботов, публиковать. Например, компания Pinol уже разрабатывает робота для их сервиса интеграции с Unisender. Один из раду разрабатывает смс для бизнеса. Вообще смс отдельная история, мы как-нибудь подробнее потом расскажем. И целый набор технологических решений, как партнеры могут встраиваться в эту историю. Триггеры – это реакция клиентов. И на нее вы можете настраивать те или иные изменения в статусах, в сделках или в обработках. Ну что ж, это большая тема, большое направление развития. Давай представим окончательный ролик о том, как и что собой представляют роботы CRM. Автоматизируйте продажи в Bittrex24 CRM. Контролируйте процесс. Спланируйте заранее каждый шаг для удержания клиента и повторных продаж. Роботы CRM срабатывают при смене статуса сразу или через некоторое время и автоматизируют работу, напоминают, делают звонки, планируют встречи и создают сделки. Роботы отправляют за вас письма и сообщения клиентам. В социальных сетях, мессенджерах и СМС. Делают автозвонки и запускают таргетированную рекламу. Триггеры в CRM принимают обратную связь и реагируют на действия ваших клиентов. Письма, звонки, заполнение формы на сайте, оплаты заказов и другое. Роботы CRM доступны каждому клиенту Bittrex24. Создавайте роботов, чтобы зарабатывать больше. Автоматизируйте самостоятельно или привлекайте партнеров. Роботы CRM Продавайте больше, работайте меньше. Ну, мне кажется, интересный лозунг, да? Продавайте больше, работайте меньше. Ну что ж, времени остается не так много, будем двигаться динамически. Мы расскажем об одном из важнейших аспектов работы отдела продаж, это повторные продажи для существующих клиентов. Существует несколько технологических составляющих для того, чтобы их сделать. Мы представим несколько блоков, первый из которых это рекуррентные или регулярные счета. Классический бизнес, агентство сдает офисы в аренду. Бизнес-центр, который работает со своими арендаторами, раз в месяц или раз в квартал вы теперь можете автоматически выставлять новый счет, отправлять клиенту письмо, в письме будет ссылка на оплату. Прямо при создании счета у вас появляется отдельный флажок, вы можете отметить, вот этот счет теперь будет регулярным. Вы выбираете регулярность каждый день, неделю, квартал, месяц, какого числа, какой день, в какое время, до какого периода. Здесь много любопытных параметров. И, собственно, что сделать? Вы можете просто создать счет, сгенерировать, а в дальнейшем обрабатывать. А можете, как говорит Дима, отправить письмо с ссылкой на счет в онлайне и тем самым вообще автоматизировать продажу, потому что клиент зайдет, оплатит и сможет получить необходимое решение сразу в автоматическом режиме. Очень полезное решение. Все счета рекуррентные будут представлены в общем списке счетов, вернее, там отдельный фильтр, как отдельное направление. Вы всегда сможете увидеть и первичный счет, и те, которые из него были созданы. Для продолжения повторных продаж в лидах и сделках появились дополнительные атрибуты. В частности, ведь бывает же ситуация, когда вам перезвонил клиент или вы с ним связались, но вы уже про него все знаете. И теперь непосредственно в лид можно добавить и контрагента, и компанию, все данные, которые у вас есть на клиента. И вся цепочка повторных продаж в старт CRM позволит нам потом построить отчет по первичным и по вторичным продажам. Ну и без сомнения, роботы оснащены теперь дополнительными действиями, которые позволяют вам создать повторную продажу на выигранных, проигранных сделках, на лидах, в разных статусах через какое-то время, тогда, когда вам необходимо сгенерировать либо сразу с определенной датой, либо тогда, когда вам это требуется. Ну и это еще не все в CRM. И это не все. Чуть-чуть еще покажем вам то, что упростит работу. Вообще, на самом деле, этот раздел связан с коммуникациями с клиентами, с улучшением по их заявкам. У нас вообще по счетчикам довольно сложно раньше было найти, что нужно собственно делать. Теперь вы сможете отфильтровать буквально по одному клику те дела, которые считаются счетчиками. Туда попадают всего три категории. Это дела или сделки, или лиды без дел. Туда попадают те, которые нужно выполнить сегодня и те, которые с просроченными делами. На самом деле, эта игра называется «У тебя не должно быть счетчиков», потому что они говорят о проблеме. Когда мы выпустили направление сделок, направление бизнесов в сделках, было очень много положительных отзывов. И один из важных запросов, очень часто, который звучал, сделайте такие же возможности в лидах. Мы сейчас говорим о мультиворонке. По-разному называют. Это мультиворонки, типы лидов, в зависимости от канала и в зависимости от того, первичная или вторичная продажа. Фактически, вы можете настроить разные статусы, по которым, например, вы обрабатываете телефонные звонки, по которым вы обрабатываете электронную почту, либо по которым вы обрабатываете повторную продажу. Потому что важно работать не только уже с существующими клиентами, а с самого начала, когда лид вам только поступает. Вы сразу можете его квалифицировать. В любой из сущностей CRM появилась очень интересная история. Связи. Все, что было создано из этой сделки ВКонтакте, вы всегда увидите по сути некий таймлайн того, что было создано. Быстро можете перейти и получить исчерпывающую информацию о всех процедурах работы. Мы развиваем технологию связи CRM с интернет-магазинами и выпускаем новый интернет-трекер. Не сможем о нем подробно рассказать, но очень хотели обозначить, что выходит интернет-трекер, который упрощает интеграцию интернет-магазинов и поддерживает разные решения. Причем речь идет не только об 1SB3 с управлением сайта. Мы теперь можем поставить такой плагинчик для разных CMS и будет работать связь с B324. И в том числе построить процедуру автоматизации управления интернет-продаж. Долгожданный редактор печатных форм. Теперь вы сможете редактировать печатные формы, настраивать их так, как вам необходимо, и выйдут отдельные настройки для Белоруссии и для Казахстана, если я не ошибаюсь. И для Украины тоже. И для Украины. Ну вот здесь пример, который нам показывают настройки. Автозаполнение реквизитов по NN. Отличный работающий сервис. Для порталов UI и KZ теперь тоже будет. Теперь появится автозаполнение для NN. Вообще интерфейсные изменения в CRM очень большие. Мы не стали вам сейчас рассказывать о новом гриде, о новом списке, о новых фильтрах. Об этом мы, наверное, может быть, вы просто увидите это, когда это будет представлено. Но отдельная составляющая, над которой работали, это новая карточка CRM. Она уже мелькала кое-где в роликах. Что она собой представляет? Пожалуй, это похожая по структуре сущность, но тем не менее, большое внимание уделено статусам и еще большее внимание уделено способам контактов с клиентом. Три способа, которым вы можете связаться в зависимости от того, что у вас есть, либо все инструменты, либо тот, которым вы можете общаться. быстрый переход к работе. И здесь мы разделили всю информацию на два больших блока. То, что уже случилось с клиентом, своего рода журнал или, так сказать, живая лента, то, что произошло, и то, что вы запланировали. И здесь могут находиться и ваши задания, и те, которые были запланированы вашими менеджерами, вернее, вашими роботами. Фактически, при заполнении или обработке сценариев там уже будут задания для ваших сотрудников. Вообще, вы обратили внимание, что все, о чем мы рассказывали в последние 5-10 минут, это были ваши хотелки. Это были вещи, о которых нас просили клиенты. Мы ведь получаем от вас обратную связь. И вот этих штук уже накопилось довольно-таки много. И большой список того, что мы выпустили по вашим желаниям. Итак, в CRM, старт CRM, канбан, роботы CRM для автоматизации продаж, инструменты для повторных продаж, конечно же. Регулярные счета, счетчики, типы лидов и источники, связи CRM, интернет-трекер и редактирование печатных форм. И, к сожалению, не все мы смогли представить. У нас есть несколько еще обновлений. Bitrix24 Телефония. Один из самых популярных инструментов, которым пользуются сегодня клиенты. Это виртуальный АТС, выполняющий основные функции. На сегодняшний момент подключено более шести, ну почти семь тысяч номеров. 850 подключений по SIM-коннектору. Сегодня SIM-коннектор стоит 1990. У нас тут линия совпала. Вот сейчас я кликнул, 1990 зачеркнулось. Начиная со следующего месяца стоимость коннектора будет 990 рублей. Я очень рад, что это упростит подключение клиентов. Но мы продолжаем работать над открытыми линиями. И буквально несколько недель назад, наверное, недели три назад, мы полностью открыли АПИ. Теперь любая телефонная компания, любые наши партнеры могут интегрировать свою телефонию без посреднических связей. Запросы на это поступали довольно-таки часто. Точно так же, как работает наша телефония. То есть поднимать карточку, запись звонка, интеграция следом, распознавать все, что необходимо. И я очень рад, что мы можем уже сегодня представить первые интеграции, которые выпустили клиенты. Манго офис, Мегафон, Телфин, Задарма, i2 Labs вообще представили целый пакет решений, которые позволяют интегрировать очень много решений. Я знаю, что многие наши партнеры и многие клиенты будут счастливы, потому что упростилась интеграция подключения тех телефоний, которые уже были размещены у клиентов. Теперь это станет проще. Мне кажется, Мегафон сделал очень интересную интеграцию. Давай расскажем. Мегафон. Мы ведь знаем эту компанию как мобильного оператора. И действительно, они представили уникальное решение на базе той АТС, которую они предоставляют бизнесу. Предоставляется возможность, когда вам не нужно интегрировать, по сути, свой телефонный номер с АТС. Вы выполняете звонок с обычного мобильного телефона клиенту, у вас на компьютере поднимется карточка внутри Bittrex 24. А если вы не за компьютером, то звонок будет зажурналирован. Если настроено, будет произведена запись этого звонка, он попадет в CRM. Таким образом, ваши менеджеры могут пользоваться обычными мобильными телефонами для того, чтобы интегрировать все в CRM. На мой взгляд, это вообще уникальное решение. И я буду рад, если в будущем появятся другие вещи. Другие компании, которые так интегрируются. Про телефонию еще не все. По просьбам партнеров мы сильно поработали над карточкой. Она теперь кастомизируемая. Партнерам есть возможность настроить ее так, как необходимо. Мы добавили новый функционал обзвона в CRM. Вы можете отобрать лиды, сделки, контакты везде, где есть телефоны и сформировать так называемый лист, что необходимо обзвонить. В работе 437 звонков, успешно 58, не дозвонились какой-то список. Обрабатывая таким образом звонки, вы сможете заполнять прямо формы, они могут выводиться здесь, и настраивать партнерские этапы. Опять же, партнеры нас очень просили дайте возможность во время звонка коммуницировать по своим сценариям, скрипты, например, публиковать. Вот, собственно, партнерские данные позволяют интегрировать скриптовые движки для интеграции с телефонией. Ну, двинемся дальше. Один из самых популярных инструментов задачи. Некоторые вещи мы вынуждены будем уже показывать компактно. Но, собственно, некоторые важные обновления, которые появились. Задачи, даже при отсутствии связи, если установлена задача из-под задачи, теперь правильно отслеживают сроки. При перемещении под задач автоматически главная задача меняется. А еще нас очень просили, чтобы если все под задачи в задачи завершены, то основная задача тоже завершалась. Мы сделали эту штуку. Да, там еще целый ряд изменений, которые мы потом отдельным слайдом вам продемонстрируем. Для тех, кто пользуется шаблонами задач, наверное, наступит счастье. Теперь можно настраивать права на эти шаблоны, говорить, кто может изменять, кто может править, и как давать возможность настраивать шаблоны для разных клиентов, для разных компаний. Это шаблоны были задачи. На самом деле у нас большая очень категория клиентов, которые пользуются задачами и управляют проектами. Задачи появились в живой ленте и начали работать там. Ну и в завершении, как сказать, приближаясь к завершению нашей презентации, у нас четвертый сюрприз. Партнеры оценят возможность ставить задачи между разными Bittrex 24. Раньше у нас работал только мессенджер. На самом деле это здоровская задача. Оказалось чертовски сложная. При подготовке задачи, вот я на своем портале готовлю задачу, выбираю атрибуты, документы прикладываю, все, что мне необходимо и нахожу любого человека среди тех, кто пользуется Bittrex 24. Это пользователи Network, они отмечены оранжевым. Это пользователи Bittrex 24. И у них внутри в живой ленте появляется задача, она попадает в задачи, вы работаете с ней, все документы находятся на вашем портале, редактируете, правите, и все это в реальном режиме отображается в тот портал, который ставил задачи. По-моему, это очень круто. Слушайте. Это очень крутая задача и очень крутая функция. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, немножко вкусно. Дистопное приложение, которым мы все часто очень пользуемся, становится многоаккаунтным. Вы можете сегодня подключить любое количество нетворков, любое количество Bittrex 24 для того, чтобы коммуницировать. Вот я выбрал здесь два портала, у меня появилось столько табов, сколько мне нужно. В каждой отдельной вкладке коммуникации в каждом отдельном портале. Более того, мы сюда затащили еще и Bittrex 24 диск. Будет отдельно синхронизироваться ваши диски в каждом отдельном портале. Ну, конечно, в отдельную папку, потому что было бы странно, если бы они смешались. Очень долгожданная функция. Долго нас просили клиенты, чтобы мы выпустили такую возможность. Конечно, обновилось мобильное приложение, поддержка новых операционных систем, начало-завершение рабочего дня, поддержка… Так и все. Некоторые вещи мы вынуждены были не упоминать в рамках этого сюжета. На самом деле, там вышло еще довольно много изменений. Ну что ж… Традиционный вопрос, когда? Когда же все это мы отдадим нашим клиентам и партнерам? Когда это станет доступно? Я не случайно рассказывал о том, что проект большой. Но на самом деле, одна из самых сложных задач на текущий момент, это сильная связанность всего этого с изменением дизайна. Мы проделали большую работу и уже приступили к тестированию основных составляющих. Большая часть из того, что готово, мы уже представили. Тем не менее, традиционно напоминаю, что выпуск обновлений осуществляется этапами. То есть мы сначала начинаем предоставлять обновления на группу примерно в 3-5% клиентов. После этого увеличиваем группу на 25% и после этого делаем расширение до всей группы. Чаще всего в первую группу попадают наши партнеры, те, которые работают на NFR-версиях. Первый этап. Мы планируем выпустить, ну тут даже не 5%, а с 1 по 10 декабря мы планируем выпустить первую группу изменений. Это новые дизайны и навигации, распознавание лиц, открытые линии, канбан, счетчики CRM, роботы CRM с первым этапом и связи в CRM. Ну ряд еще других дополнений. И второй этап. Это где-то начиная с 10 декабря мы выпустим довольно большой блок до конца этого года и в начале января выйдет следующая составляющая. Мы столько много всего сделали, цены будем менять? Будем, но не сегодня. Цены не меняются. Проект плюс 990 рублей, 5,490, 10,990. Важно рассказать, что куда войдет. Мы уже сказали, что чат с поддержкой станет доступен только начиная с коммерческих планов. FaceTracker будет доступен всем клиентам. Мы очень хотим, чтобы вы все поэкспериментировали с распознаванием лиц. Правда, это большое испытание для Intech, потому что ожидается несколько сотен тысяч клиентов, которые будут пробовать распознавать лица. Но похоже, они не боятся. VisitTracker будет доступен начиная с коммерческих планов. Распознавание визиток экспериментальные, 12 на бесплатном плане, 24,50 и не ограничено в месяц, соответственно, по тарифным планам. ChatTracker. Очень нужная функция. На бесплатном плане будет доступно 100 распознаваний в месяц. Для всех остальных клиентов эти функции доступны, включаются в тарифный план. Kanban, без сомнения, станет доступен всем клиентам. StartCRM станет доступен всем клиентам. Роботы CRM. Они будут представлены как возможность в бесплатном плане, но пользоваться ими можно будет, начиная с проект плюс, начиная с лидов. И везде, соответственно, это будет доступно с команды. Не зря стоит два плюсика в компании. Там будет полностью доступен весь визуальный редактор бизнес-процессов, когда вы каждый робот можете отредактировать и использовать его, по сути, как целое программное решение. Регулярные счета становятся доступны с командой и компании, а обзвон начинает доступен со всех коммерческих тарифных планов. И это Bittrex 24 Таити. Огромное обновление. Огромное обновление продукта. Но, наверное, стоит все-таки подвести некоторый итог. Новый дизайн и навигация. Распознавание лиц. Распознавание визиток в открытых линиях. Поддержка вайбера и инстаграма. Автоматический чат-трекер. Большое обновление в CRM, включающие старт, CRM, канбан, роботы в CRM. Распознавание, повторные продажи, регулярные счета, новая телефония, новая задача, обновление в нетворке, ну и, конечно же, обновление мобильного и десктопного приложения. Я хочу поблагодарить нашу команду разработчиков, которые проделали уже огромную работу, и которым еще предстоит выполнить большую работу. Давайте поаплодируем ребятам, потому что на самом деле для них очень сложные задачи сейчас предстоят. Ну что ж, напоминаем, что вопросы к этой презентации мы готовы ответить в онлайне, в социальных сетях. Вместе с вами, коллеги, мы продолжим общение после завершения онлайн-трансляции. Спасибо всем большое. Спасибо тем, кто смотрел нас в онлайне. Мы завершаем презентацию. Это наш второй магазин. Нам понадобилось 12 задач, чтобы подготовить дизайн-проект. Три арендованных телефонных номера, 126 звонков. И у нас уже было 32 предзаказа в CRM. Прошло 34 задачи, и я уже не сомневался, что у нас все получится. Среди двух гигабайтов документов на диске у нас уже было 22 согласованных договора. Теперь нам осталось 307 сообщений, 14 видеоконференций, и мы готовы открываться. Сколько нужно вашему бизнесу, чтобы решение заработало? Установите Bittrex 24 сегодня, чтобы сделать рабочие процессы измеряемыми и прозрачными. Более миллиона российских и международных компаний используют 12 бизнес-инструментов Bittrex 24. Бизнес работает в Bittrex 24. Бесплатно, не ограничено, онлайн. Спасибо большое за презентацию.